Написать большую научную книгу в советское время, не сошлавшись на классиков марксизм-ленинизм или на решение последнего партийного съезда, было почти невозможно. По крайней мере, очень трудно. Все, конечно, зависело от эпохи. Во времена Брежнева уже не требовалось предисловие пропеть Асанну, руководителю нашей страны и нашей партии, под чьим мудрым водительством наши ученые гордо несут, нет, высоко несут знамя советской науки, вздымают высоко, вот можно еще так сказать. Знамя советской науки. Достаточно было дать туманную ссылку на отчетный доклад последнему съезду партии, ведь в каждом таком докладе обязательно указывалось, что роль науки в нашем обществе неуклонно возрастает, и наука стала производительной силой общества. В естественных науках дурман диктатуры догма марксизма-ленинизма начала рассеиваться во времена работы над созданием ядерного оружия. Случилось это благодаря Лаврентию Павловичу Берии. Он был талантливым архитектором, осуществившим реконструкцию Тбилиси и построившим замечательно красивый дом, обрамляющий со стороны центра площадь Гагарина. На строительство этого дома были брошены лучшие силы. Например, подсобником на строительстве работал будущий лауреат Нобелевской премии Александр Исаевич Солженицын. Тогда он был простым советским заключенным. Видимо, в силу наличия в своем характере творческого начала, Берия относился с пониманием к подчиненным ему ученым, среди которых, кстати, было много бывших заключенных. Сегодня ученый, завтра заключенный, сегодня заключенный, завтра ученый. Жизнь такая была. Сейчас достоянием гласности стали скупые воспоминания участников советского атомного проекта. Они в один голос указывают на личную скромность Берии и на то, что женщины, работающих над ядерным оружием, он не домогался. Рассказывают, как кто-то из атомщиков украл у него плащ, жили-то бедно, а он никого не расстрелял. Может быть, конечно, потому, что вора не поймали. Сам Лаврентий Павлович был впоследствии приговорен к расстрелу. За то, что, среди прочего, он был британским агентом и совершил огромное количество изнасилований. Еще он предлагал отпустить на волю Восточную Германию, взяв за это с Запада денег на развитие нашей экономики. Это тоже было в его расстрельном приговоре. Чувствуйте разницу. Горбачев отпустил ГДР без выкопа – это не преступление. А за деньги – это расстрел. Как бы то ни было, квантовую механику у нас при Берии разрешили. А вот генетику разрешили только в 60-е годы. Окончательный запрет пал вместе с падением Лысенко, фаворита Хрущева. Это уже при Брежневе. Вы будете смеяться, но в области так называемых общественных наук было все не так уж плохо. Несмотря на то, что их основу составляли философия, политическая экономия и научный коммунизм, казалось бы, насквозь идеологизированные науки, у них у всех еще прилагательные были – марксистская или марксистско-ленинская. Однако, к счастью, философия ограничилась трудами Маркса и одной самостоятельной работой Ленина – материализм и империокритицизм. А чтобы сдать кандидатский минимум по философии, нужно было изучить и всю дамарксистскую философию. Для этого советовали проштудировать очень редкую, изданную еще при Сталине, книгу по истории философии, которую преподаватели, а следом за ними студенты называли почему-то «серая лошадь». Политическая экономия заканчивалась анализом капитализма времен Карла Маркса и дополнялась парой работ Ленина – развитие капитализма в России и империализм как высшей стадии капитализма. Правда, все, что касалось политэкономии современного нам капитализма и так называемого реального социализма, все это было либо совсем непонятно, либо его содержанием был один из двух агитационных тезисов – капитализм на краю гибели или коммунизм – это светлое будущее человечества. Был даже такой народный стишок, пародирующий творчество Роберта Рождественского. Ехал грека в Кадиллаки через реку, ехал грека в Монте-Карло из Ирака, видит грека сластолюбец в реке Рака, сунул грека руку в реку, рак за руку греку – цап! Тонет грека пузыри изо всех дыр, «Так погибнет и капитализм!» Роберт Рождественский немного заикался. Кстати, помните фильм «Красная жара»? Персонаж Арнольда Шварценеггера, советский милиционер, говорит на смотревшейся американские телепередачи – капитализм! Мы узнавали в этом того же самого Роберта Рождественского. Еще мы твердо знали, что социализм победит только тогда, когда создаст более высокую производительность труда. А получалось все наоборот. Наше общество стало обществом тотального дефицита. Про очереди в одних магазинах и про пустоту в других, где нет очередей, вы, конечно, знаете. Приборы для научных исследований нужно было заказывать за два года. Если заказ включали в план производства, то через год его начинали выполнять, и через два года заказчик получал прибор, который был ему уже не нужен. Прибор ставили на полку, и он там так и стоял до момента списания. Имел каждый день анекдот, выдававшийся за рассказ какого-то советского ученого, стажировавшегося за рубежом. Ученому потребовался усилитель. Он набросал его схему, определил, какие комплектующие транзисторы, конденсаторы и резисторы ему потребуются, и пошел к шефу. А шеф говорит, зачем? Давайте посмотрим каталог. А вот же усилитель с теми параметрами, которые вам нужны. Тут и телефон есть. Давайте позвоним. Звонят. А им отвечают. Извините нас, пожалуйста. Мы не сможем доставить вам прибор до конца рабочего дня. Самолет в вашу сторону уже улетел. А утром приходит на работу ученый, на столе его ждет коробочка с прибором. Ночью доставили. Сейчас-то у нас именно так. Были бы деньги. Все можно купить. Так вот к чему я клоню. Экономическая наша наука была не чета нашим наукам естественным. Несмотря на специфическое отношение к нам за рубежом, наши ученые иногда получали Нобелевские премии по химии, по физике, по химии и по биологии ровно по одной премии. Причем одну из них еще до революции. А вот наши книги по экономическим наукам читать было тоской. Ни одной формулы со времен Маркса там не появилось. Одни слова, чтобы не сказать словоблудие. А как иначе? Наша экономика самая лучшая, хотя и плохо работающая. Всякий раз приходилось доказывать коренные преимущества социализма, которые все кто-то или что-то мешает выявить. Ведь классик Ленин сказал, что социализм победит только тогда, когда создаст более высокую производительность труда. Вот и крутись. И крутились. А западные авторы, например, тот же Василий Леонтьев из Америки. Так вот, они активно использовали математические модели. Не стеснялись строить гипотезы, как в физике. Находить им подтверждения или опровержения. Делать выводы. А у нас? Какие там гипотезы? Наше учение правильное, потому что оно верно и все. Сказать больше нечего. Однако и у нас появлялись иногда чудаки-экономисты, которые смело строили модели экономических отношений между членами общества и субъектами экономической деятельности. Но любая такая модель подразумевала некие новые допущения, которые выходили за рамки марксистско-ленинской догмы. Иногда и книги даже выходили из печати. Но очень редко. Я как-то раз читал такую книгу в библиотеке. Через месяц в ближайшем номере какого-то экономического журнала появилась статья, в которой подробно перечислялись отличие работы от принятой догмы. Ну и работа, естественно, осуждалась. Вот так была тогда и секретная наука. Речь не только об оборонном комплексе. Были секретные журналы, в которых пересказывались статьи из зарубежных изданий о нашей науке, технике, экономике. У нас такие статьи в библиотеке прочесть было нельзя. Такие зарубежные издания не выдавались читателям. В них давался нелицеприятный анализ нашей экономики. Рассказывают, что наши министры пользовались такими материалами, когда на Совете министров нужно было получить дополнительные средства для поправки дел в их отрасли. По отчетам-то все было хорошо, а то, что на самом деле плохо, можно было прочесть только в зарубежных изданиях. Все эти западные работы теперь легко доступны, и основные работы западных ученых о советской экономике переведены на русский язык и опубликованы. Надеюсь, хотя и слабо, что были у нас секретные журналы со статьями наших авторов о нашей экономике. Но, может быть, где-нибудь в архивах или в дальних ящиках столов пылятся чьи-то работы о нашем реальном социализме. Хочется верить, что от нашей тайной экономической науки осталось наследие. Показывали же мне тайное подземное хранилище с чучелами существ, полученных от разных необычных межвидовых скрещиваний. А пока подписывайтесь на мой блог, дружите со мной ВКонтакте и на Фейсбуке, на сайте Самоиздата читайте сказки Бояршинова, пока не нашлось такое тайное хранилище экономических рукописей. Субтитры создавал DimaTorzok